Всем привет! Сегодня у нас мукбанг с арбузом и дыней. Арбуз против дыни. Я люблю больше арбуз. Ой, Костя любит больше арбуз, я люблю больше дыни. Нет, я тоже дыню люблю. Да? И арбуз я люблю. Я еще люблю, когда они из холодильника холодные. Нет, я люблю, когда теплые. Я надела себе воды. Костя, как ты это арбуз будешь с водой завипать? Попробуем дыню сначала. Вот и так на годы. Очень мягкая, сочная дыня. Костя, когда резал, она прям пальцами дается. Мягкая, мягкая. Какой аромат сильный. Взяли мы небольшие кусочки, это мы уже не первый раз берем в этом лето получается. Первый раз брали, нам очень понравилось, сладкое. Уже можно есть. Откуда их везут? Откуда везут, не знаю, но знаю. Продавец сказал то, что этот арбуз казахстанский какой-то сорт. Розовый, то есть он такой не красный именно, а розовый. Но по вкусу он очень вкусный. Блин, я уже съел же дыню. Как будто дыня слаще. Дыня слаще? Угу. Попробуем. Заметьте, в арбузе вообще мало косточек. Они есть, но маленькие. Пишите, что вы больше любите, арбуз или дыня. Как это вкусно. Я люблю, когда арбуз напополам разрезают и ложкой есть. Он тяжело, да, все-таки? Выбрать арбуз, когда не видишь, что внутри. Угу. Как тебе арбуз? Мне нравится, вкусно. Конечно, он не такой, да, сладкий вот прям. Да. Да не слаще. Думаю, это еще и не сезон. Ну, возможно, может просто полежать, надо немного. Вот только сегодня привезли. Вот и косточки достаешь. Угу. Я знаю, что кто-то с косточками ест. Ну, с маленькими можно, в принципе, ничего не будет. Наверное. Арбуз прорастет. Да. Сегодня мы поотвечаем на ваши вопросы, также приветы, возможно, передадим. У нас какие там будут. Нереальная жара. Сегодня 35, на солнце 36. Да, непривычно, так очень жарко. Какая холодная вода. Сок прям течет. Привет, начнем передавать. Если есть, то смотри. Первый привет передадим Зарине. Зарима, тебе большой привет. Она задает вопрос. Любите мел или глину? Кушали? Я очень люблю. Если да, то снимите, пожалуйста. Я из Кыргызстана. Тебе большой привет. Кстати, да, многие... Ну, не многие, но знают то, что люди едят мел и глину. Я тоже знаю. И еще что-то там необычное. Я, если честно, ни разу не пробовал. Насколько я помню. Может, ты попробовал когда-нибудь мел, если только? Я школьный пробовала, но мне не понравился. Школьный мел – это одно и то же с тем, что едят. Ну, наверное, да. Если честно, мне не нравится. Мне мел, получается, не глину. Это не вредно? Мел с глиной есть. Мне кажется, почки можно засорить. Да? Надо сейчас почитать в этом. Но я вот только в школе пробовала мел и все. Знаете, меня даже смотрю, когда на аппетит не вызывают. Я знаю некоторых, кто ест и у кого, когда они глядят мел, прям слюноотделение, что они хотят. У меня такого ни разу не было. У меня таких знакомых. У меня так с едой. Вот этот возьму кусочек. Наредал я большие куски. Я думаю, так аппетит не выглядит. Наверное. Не знаю, конечно. Вчера думали, что снять. Сейчас Костя предлагал блинчики. Блинчики мы тоже снимем. Я говорю, давай дыню с арбузом. Да, сейчас как раз лето. Начинается сезон потихоньку. У нас еще черешни, да, не было на канале? Да, мы тоже хотели ее снять. У нее, кстати, тоже уже сезон был, по-моему, пораньше. Ее везде продавали. Честно, дешево вообще стало 200 рублей. У меня прям течет паукам сок. Все-таки. Дыня очень сочная. Сочная дыня, мне тоже понравилась. Все-таки дыня выигрывает. Когда мы с Костей были на море, мы покупали желтый арбуз. Небольшой такой. Интересно, с чем скрещен бы? Наверное, с дыней. Но он был не очень сладкий. Да, возможно, нам просто такой попался, конечно. Не такой сладкий. По-разному это попадается. Ну, необычно, да, что цвет был желтый? Угу. У меня прям по руке течет. Вот у меня тоже. Возьми салфеточку. Следующий вопрос задает миска 3. А вы пьете алкоголь, вино, шампанское, пиво или покрепче? Я предпочитаю вино. Покрепче нет. Не люблю. Крепкие напитки, кстати, да, я тоже не... Я их выпивал, но очень редко. Не совсем они мне нравятся лучше. Вина, наверное, выпить даже. Ну и пиво. Холодненько, в жару. Мне пива не хочется. Как-то я ездила на остров недавно, и вечером пиво решили попить. Я вот глотнула раза два. Такое невкусное. Я покупал себе квас, 3 литра кваса я выпил. Было жарко, конечно, и это в течение дня я пил. И квас был вкусный у тебя очень. Очень вкусный квас был. Мне понравился. Хотя я раньше никогда не пила квас. Вот Костя берет, и у него в этот раз попробовала. Очень вкусный. Все копыт. Честно, даже арбуз не хочется. Ладно, еще раз съедим арбуз. Ты думаешь, мы съедим это? Наверное, это у меня последний. Я объелась. Арбуз, конечно. Он не сытный, но живот забивает своим объемом. Мне кажется, если мы ели бы сейчас только арбуз, он было бы намного слаще. Тут диссонанс такой с дыней, она намного ароматнее и по... Она просто спелее. По вкусовым качествам она ярче. Я дыню брала, она уже в магазине лежала, получается. А арбузы только привезли. Она уже, наверное, полежала, доспела как раз. А арбузам еще надо немного полежать, я думаю. Но все равно они очень сочные. Арбуз? Да. Наедаюсь потихонечку. Я тоже. Напиваюсь скорее даже. Прочитаю. Следующий вопрос задает его Леся. Очень люблю вас смотреть, как всегда супер. Вопрос. Сказалась ли самоизоляция на ваших отношениях? У меня много знакомых пар, ссорились и расставались. А наши отношения с молодым человеком, наоборот, стали крепче, и мы поняли, что больше времени надо уделять друг другу. Леся, спасибо тебе большое за вопрос. Тебе большой привет. Но я могу так сказать, что для меня эта самоизоляция никак не повлияла, потому что для меня очень важно проводить больше времени с Костей. Но мы и до этого, в принципе, всегда время проводили вместе, так что для нас это... Для меня наоборот это плюс. Никакой, даже, наверное, да, никак не повлияло, вот как Сержана сказала. Мы так вместе все время время проводим. Нам вместе хорошо. Я очень много знаю пар. Вот. Ларя даже по статистике очень много разводов. Что люди не готовы были, что надо будет... Жить вместе. И жить вместе. Некоторые люди привыкли так приходить вечером домой спать. Вместе поужинать, с утра убежать и все. Так и живут всю жизнь. Мне наоборот это... Их это, в принципе, устраивает. Да? Я переделал тебя. А, ладно. Мне наоборот это кости рядом. Мне тут скучно. Я скучаю очень сильно. Еще дыня. Обалденная дыня. Маленькие кусочки ешь. Вас не угостили. Вот это кусочки подписчиков. Большие, да? Да. Их же много у нас теперь. В том видео, когда мы ели яйца куриные, там комментарий бы... Не помню имя, кто написал. Она написала про яйца. Она поставила варить тоже яйца и будет смотреть нас и кушать. Так приятно. Так что покупайте тоже арбуз дыню. Давайте поедим вместе. У меня все течет. Она прям очень сочная. Да, если бы арбуз полежал, он, наверное, был намного сочнее и вкуснее. Да. По ценам арбуз за килограмм. Говорит, она подешевела у них там на поставке. Вкусно очень. Вот. Я наелась. Съешь ли кусочек? Чтобы лопнуть? Я думаю, я не буду. Я тоже очень сильно наелась. Мы много съели. Такое вот небольшое видео у нас получилось. Очень вкусное для нас. Сочное, летнее. Красивое. Всем спасибо за просмотры, также за ваши лайки, комментарии и подписки. Нам это очень приятно. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok